Здравствуйте, друзья! В этом обзоре мы с вами рассмотрим обновление в системе умного дома Xiaomi универсальный шлюз Midsia третьей модели. В этом шлюзе имеются все беспроводные интерфейсы, используемые в экосистеме Xiaomi. Wi-Fi, Bluetooth с поддержкой сетей Mesh и Zigbee. Мы с вами внимательно рассмотрим его возможности в приложении и чем он отличается от шлюза второй версии. Забегая вперед, скажу, что тем, кто выбрал путь альтернативных систем управления, смысла покупать этот шлюз нет. Он пригодится только для тех пользователей, кому достаточно штатных возможностей Mi Home. Номер модели третий. Интерфейсы Wi-Fi 2.4 ГГц, Zigbee 3.0 и Bluetooth с поддержкой Mesh 5.0. Питание microUSB. Заявленная дальность действия 200 метров. Диапазон рабочих температур от минус 5 до плюс 50 градусов Цельсия. Влажность от 0 до 95%. Размер 90 на 25 мм. Поставляется новинка в классической для экосистеме белой коробке, на которой изображен сам шлюз и указана совместимость с экосистемой Midsia и Apple HomeKit. Перейдем к содержимому. Упаковано все плотно. Внутри коробки имеется дополнительный защитный слой. В комплект, кроме шлюза, идет кабель питания USB-microUSB и блок питания с плоской американской вилкой. Он рассчитан на максимальную мощность 5 Вт, но можно использовать любой источник питания с USB-портом, что значительно удобнее, чем во второй версии шлюза. Шлюз имеет круглую форму, корпус сделан из матового пластика, на передней панели универсальная кнопка. LED-подсветку в третьей версии убрали, как и радио. На противоположной стороне находится стандартный microUSB разъем питания, так что можно подключать даже пауэрбанк. На нижней части по кругу резиновая противоскользящая насадка, тут же указана модель устройства и интерфейсы Wi-Fi, ZigBee и Bluetooth. Сравнительно со вторым шлюзом диаметр новинки немного больше, ввиду отсутствия радио верхняя крышка монолитная. Мое мнение, что питание microUSB на новом шлюзе организовано удобнее, ведь для старого шлюза нужна отдельная розетка и переходник, да еще он частенько перекрывал соседние розетки. Толщина второй версии больше, но у нее по окружности расположен светодиодный ночник. Подключим шлюз к источнику питания и посмотрим, что же он умеет. Процесс подключения стандартный и привычный. После включения гаджет активирует свою Wi-Fi сеть, приложение ее видит и по названию определяет тип устройства. Запускается мастер подключения, в котором указываются параметры своей сети, после этого нужно немножко подождать. После того, как устройство подключится к сети, проходим три финальных шага, выбор локации, имени устройства и при необходимости доступ для других аккаунтов. Теперь новое устройство появилось в общем списке устройств. Плагин своеобразный, но предшественника не похож. Большую часть окна занимает что-то вроде радара. Ниже идут опции настроек сигнализации, лок срабатывания и меню добавления ZigBee устройств. В отличие от второй версии, новинка поддерживает четыре режима сигнализации. Basic – это круглосуточный неотключаемый режим. Он предназначен для датчиков утечки воды, дыма, газа. Остальные режимы индивидуально настраиваемы. Режим дома, вне дома и режим сон, имеется в виду ночной режим работы. Журнал сработки, в нем будет содержаться список событий сигнализации. Меню добавления ZigBee датчиков позволит добавлять все датчики Мидзи и Акара. Перечень поддерживаемых устройств занимает три экрана, у меня установлен регион Китай. Не хватает только специальных версий, предназначенных для европейского рынка, например, розетки с шука-разъемом. Рассмотрим меню основных настроек. На момент создания обзора актуальная версия прошивки имела номер 145305. Как я уже сказал, каждый из четырех режимов сигнализации имеет собственные настройки. У режима Basic их две. Громкость сигнала от самой громкой до бесшумной. Вторая настройка – это длительность сигнала, постоянной или на протяжении заданного интервала времени. В трех остальных режимах имеется дополнительная настройка. Это задержка до активации режима сигнализации. В режиме Bluetooth шлюза никаких настроек делать не надо, он сам подтягивает устройство в радиусе действия. Также заявлена поддержка Mesh, например, для светильников E-Lite. В автоматизациях шлюз имеет один вариант условия – тревога. И шесть вариантов действий – включение и выключение режимов сигнализации, кроме Basic. Все режимы сигнализации могут работать только с напрямую подключенными к шлюзу датчиками. Добавлять ZigBee устройство можно двумя методами. Через приложение, нажав на кнопку «Плюс» в меню добавления устройств, исследуя оказание мастера подключения. Или напрямую, нажав трижды на кнопку шлюза, тем самым переведя его в режим сопряжения, после чего перевести в этот режим подключаемый датчик. Добавленный датчик, на примере кнопка, появится во всех режимах сигнализации и может быть выбран для одного из них в качестве устройства триггера. Изменение статуса датчика будет условием для сработки сигнализации. Проверить связь со шлюзом можно коротким нажатием на кнопку сопряжения датчика. Шлюз ответит пищанием. При наличии подключенного датчика, режим сигнализации может быть подключен и сработать, если датчик изменит свой статус. Это отобразится в виде пуш-уведомления на смартфоне и останется в журнале тревога. В следующем ролике будет показан полный цикл постановки, сработки и снятия сигнализации. Сначала сигнализация будет включена с задержкой в 5 секунд. После того, как режим сигнализации будет активирован, я нажму на сигнальную кнопку, что вызовет сработку сигнализации. После этого я отключу сработку сигнализации однократным нажатием на кнопку шлюза. И после этого я отключу режим сигнализации двухкратным нажатием на кнопку шлюза. Продолжение следует... Работа сигнализации на максимальной громкости на самом деле не сильная и громкая. Основным сигналом является пуш-уведомление на телефон. Однако при помощи автоматизации к сработке можно подключить и старые версии шлюза. Например, по условию «Аларм» включить более громкий и страшный звук полицейской сирены на втором шлюзе, если он, конечно, и в системе. А включение и отключение режима сигнализации можно присвоить разным видам нажатия, например, на беспроводную кнопку, которую можно установить в удобном, но скрытом месте. Итак, в первом приближении мы с вами выяснили основные отличия от второй версии. Физически это более удобный разъем питания microUSB, но при этом отсутствие ночника и режима радио. Программно – это, во-первых, поддержка более широкого списка устройств. По сути, он поддерживает все типы Zigbee датчиков экосистемы, кроме тех, которые рассчитаны на другой регион. Также в нем имеется целых четыре режима сигнализации, что более удобно. Каждый из этих режимов может быть настроен индивидуально. Но все эти преимущества перечеркивает жирный минус – это отсутствие режима разработчика, как, собственно говоря, и каких-либо надежд, что он рано или поздно появится. Поэтому рекомендовать к покупке я могу лишь только тем, кому достаточно штатного функционала системы Mi Home. Хотя не стоит и забывать про возможность проброски аккаунта Mi Home в систему Apple HomeKit. На этом все. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях к этому видео. Если видео вам понравилось, ставьте лайки. Если вы не хотите пропускать новые выпуски, подписывайтесь на мой канал. Дальше будет еще интереснее. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok